Контракт на проектирование и сооружение железнодорожных путей на авиабазе у села Повец в Польше собирается заключить Министерство обороны США, именно так. Министерство обороны США, в Польше, планирует соорудить дополнительное железнодорожное полотно к авиабазе. На первый взгляд, ничего криминального общие требования, цитирует портал РТ-документы инженерного корпуса американской армии, будет включать предоставление всей рабочей силы, оборудования, материалов, транспортировку и выполнение всех необходимых работ в соответствии с планами и спецификациями по проектированию и сооружению дополнительного железнодорожного полотна с конечным пунктом, база ВВС у села Повец, Польша. Кроме того, будет создана конечная станция и узел снабжения при ней. Логистика ничего более, на первый взгляд, ничего криминального. Военная база, существо прожорливое, как дракон, а железные дороги Польши находятся в не очень разработанном состоянии. Так что, затратив, как предполагается, от 10 до 25 миллионов долларов, Пентагон сможет позволить себе снабжать базу военными материалами в большем объеме и более уверенном режиме, нежели сегодня. Минимальный срок службы построенных объектов составит, как планируется, не менее 40 лет. Вопрос, а зачем, собственно, Пентагону понадобилось снабжать авиабазу в большем объеме, нежели раньше. Вопрос следствия, перед какими событиями военные принимают расширять пути снабжения к своим базам, особенно к базам передового базирования, а база в Польше по умолчанию является таковой. До Калининграда от нее около 300 километров, до Смоленска — меньше 1000, до Москвы — 1300, на второй взгляд база у Силоповец, сооружение давнее. Еще сразу после войны, в 1950-х годах она использовалась польской армией в качестве базы для бомбардировщиков Л-28, между прочим, основного фронтового бомбардировщика тех лет в СССР и странах Варшавского договора, способного носить и тактическое ядерное оружие. Тоже между прочим. Собственно, и в дальнейшем это был аэродром 7-го бомбардировочно-разведывательного авиационного полка ВВС Польши, на вооружении которого стояли различные виды самолетов, в том числе истребители-бомбардировщики Су-20, Су-22-4, Су-22-3 и другие. Когда Польша вошла в НАТО, поле возле Силоповец, ставшее к тому времени 33-й базой транспортной авиации, превратилось постепенно в важнейший авиационно-логистический центр, можно даже сказать, хаб, альянса в этой стране. Тут стоят, в частности вертолеты Апач, Чинук, Блэк Хок, регулярно прилетают транспортные самолеты Си-130 ВВС США, способные перебросить в своем чреве 92 военнослужащих или 5 стандартных грузовых платформ, или гаубицу с тягачом, или даже тот же вертолет Ан-64 Апач. Здесь же отмечались штурмовики AI-10 Сесанды-Болт-Ай-Ай. Из этого факта понятно, что авиабаза Повец позволяет принимать летательные аппараты всех видов, включая машины стратегической авиации. Здесь же, по сообщениям, создается крупный склад вооружения и военной техники. Теперь совершенно понятными становятся строки из американского документа, от подрядчика требуется проложить дополнительное железнодорожное полотно и оборудовать конечную станцию и узел снабжения для помощи в хранении и обслуживании из-за благовременно складированных запасов военного имущества сухопутных войск. Не правда ли? На третий взгляд между тем, это только вершина айсберга. И ранее американцы не делали тайны из своих планов по размещению своих передовых авиабаз в Польше. Они сообщали о намерениях перевезти сюда из Германии аж трех своих военных баз. Сугубо оборонительное мероприятие не находите. Речь идет, в частности, о переносе самой большой в Европе базы ВВС США из Франкфурта на Майне планируется перенести на аэродром к югу от города Белоподляска. С историей места, здесь в войну еще гитлеровские Люфтваффе свою базу держали, с нее первые налеты 22 июня 1941 года на Россию делали. Еще бы, всего 30 километров до Бреста. И удобно в некотором смысле, авиационный заводик здесь есть. Геркулес ИС-130 может и не починит, но зачем дело стало. Надо будет, еще документик ВВС США примут. О том, что там тоже надо бы пути и дорожки расширить, склады соорудить, до цеха завода модернизировать. Под прием американской авиационной техники. Еще одну базу американцы планируют создать в Минске-Мазовецком. Там тоже хороший аэродром существует, на нем МИГи 29 польских ВВС базируются. Может быть уже базировались, так как туда американцы сулили передислоцировать свои авиачасти со знаменитой авиабазы в Рамштайне. Так или иначе, аэродром уже сегодня отвечает всем стандартам НАТО, по расстоянию до границы с Белоруссией около 100 километров, до Калининграда, те же 300, и далее соответственно. Чувствуется стратегическое ведение будущих событий. Так называемый звездный налет на Калининград явно предусматривается. Если еще и Литву включить, и на четвертый взгляд, на этот взгляд попадает событие, которое, кажется, не имеет касания к военно-авиационным передислокациям и военным планам вообще. Речь идет о контракте, встреченном кое-где в печати с некоторой издевкою, мол, дураки-поляки, невыгодный контракт с американцами заключили на поставке жиженного природного газа в СПК. Как раз недавно сообщалось, что польский нефтегазовый концерн, ГНИК, заключил с компанией Schenier Marketing International, Chenier Marketing International, долгосрочный контракт аж на 24 года. И поскольку СПК из Америки по определению никак не может быть дешевле трубопроводного газа из России, то многие обозреватели заключили, речь идет о чисто политической и неэкономической сделке. Недаром на церемонии подписания контракта польский президент Анджи Дуда едва ручки не целовала американскому министру энергетики Рику Перри. Так-то оно так. Да только не о той политике дело идет, как ее поняли, мол, вассал за счет кошелька своих поданных покупает милость Сюзерена. Это тоже, конечно, присутствует, Польша видит себя именно вернейшим вассалом США в Европе, с перспективой стать даже однажды американским жандармом для Европы, старая европейская гиена, чего уж там. Да и Вашингтону свой полицай на континенте не без надобности. И как форпост в шаге от России, тоже. Но основной политический момент тут несколько другой. Альтернативный российскому газ для Варшавы, гарантия энергетического самосохранения на случай большого конфликта с Россией. Поскольку же до сих пор никакие конфликты не влияли на обязательность выполнения Москвой у своих обязательств по поставкам газа в Европу, конфликт следственно ожидает лишь один. Военный, и когда в случае войны цены будут уже не важны, Польша, разорвавшая все торговые контакты с Россией, все равно будет иметь газ. А значит энергетику. А значит экономику. А значит способность вести боевые действия. Пусть из-под лап США, но для гиены Европы это не имеет морального значения, но вот на взгляд пятый, а на пятый взгляд получается, что Варшава и Вашингтон если не планируют прямо, то по крайней мере, предусматривают военный конфликт с Россией. Причем быстрый и не ядерный. С очевидной целью уничтожения военного потенциала Калининградского узла русской обороны и захвата Калининградской области. Иди и Россия, отвоевывая ее потом обратно через всю Балтику, которую давно промерили и простреляли авиацией и флотом, или через всю Прибалтику. Которая, конечно, в военном смысле не более чем команда мышек-землероек, но в которой зато стоят боевые части реальных стран НАТО, США, Германии, Канады. Не подумает ли Москва десять раз, прежде чем атаковать их после молниеносного Блицкрига против Калининграда? Захочет ли рисковать тем, что ей в ответ на нападение на хороших американских и немецких парней врежут уже томогавками на весь их радиус и на весь их арсенал? Не остановится ли Кремль перед следующим шагом в конфронт АЦИ, после которого последует уже ядерная война? Похоже, к этому все и готовят в Вашингтоне. К молниеносному удару по периферии России в расчете, что та поскрипит зубами, поиграет желваками, да и утрется.